Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю влог, потому что мы сейчас со Славой едем на открытие магазина шоурум, с которым я давно дружу. И, кстати, пиджак на мне из этого шоурума, Tumut Store. И они объединились с еще одним магазином, портал, создали коллекцию совместную, и мы едем посмотреть на нее. Конечно, Славе это не особо интересно, но он едет за компанию со мной, потому что потом мы с ним вместе едем дальше на мероприятие от телеканала ТНТ. У них премьера нового сериала, и мы поедем туда, в кинотеатр Иллюзион. Поэтому мы сейчас вот едем. Сегодня отвратительная погода, просто ужасно мерзкая. Я проснулась с невероятной болью в голове, выпила сразу таблетку, сейчас вроде не болит. Все в тумане, дождик. Ну вот прям мерзко, прям не хочется никуда, кроме кино. Иначе покушать. Я что вам хотела рассказать. Мы со Славой недавно проводили такой эксперимент, снимали видос вместе с подписчиками, но не с ними лично, а с их комментариями. Короче, я думаю, что кто следит за нашими инстаграмами, то вы в курсе. У нас появилась такая идея, насколько вы знаете, наверняка видели на ютюбе видосы, где блогеры поют песню, которую они делают из комментариев под их видосами. Но это такие могут быть комментарии, типа, фу, ты плохая, или какая-то сегодня красивая, или, ну, еще что-то в таком духе. Такие комментарии. Сначала мы подумали тоже сделать что-то подобное, взять комментарии под нашими видосами, фотками, их как-то собрать и сделать из этого какой-то трек. Но потом мы подумали, ну, и какие это будут комментарии, просто типа, классная фотка. У меня, например, под влогами негатива особо нет. Ну, то есть, если что-то делать, то чтобы это прям интересно было. А просто комментарии, типа, классный влог, спасибо, там, или просто что-то еще хорошее. Ну, нам показалось, что это будет не так интересно, как если мы вам предложим написать трек, который мы запишем. И мы выбрали тему песни. Это еда. То есть, мы проводили тоже опрос, такое голосование. Люди предлагали свои темы, там, еда, любовь, сложные отношения, еще что-то. Вот. И мы подумали, что можно начать с еды, потому что любовь это уже что-то более серьезное, а еда это как раз можно и поприкалываться, и посмотреть, что получится. И когда мы выбрали эту тему, под фоткой у Славы в Инстаграме, люди начали писать несколько строчек текста. Мы попросили, чтобы была какая-то рифма желательно, и чтобы мы могли это потом перенести в песню. И получилось, мне кажется, просто офигенно. И я не знаю, если вы еще не посмотрели это видео, то обязательно посмотрите, ссылку я оставлю в описании. И мы с Славе в этот видос записывали полностью, как мы записываем трек, как мы выписываем комментарии, как создается музыка. Видос, на самом деле, получился не очень долгий, мне кажется, динамичный. Поэтому реально посмотрите и оставьте свое мнение в комментариях, потому что нам безумно интересно и важно знать, понравилось вам или нет. И хотите ли вы, чтобы мы продолжали эту рубрику, Слава продолжал эту рубрику на своем канале, мне кажется, что это прикольно. Так что надеюсь, что вам зайдет. А кто посмотрел, то спасибо за просмотр. Ну а мы продолжаем ехать. Нам осталось 12 минут. Пробка безумная. Так что, как приедем, я вам покажу, куда мы приехали и что там будет происходить. Всем привет, мы Кристина и Полина и наш бренд Думут сегодня представляют свою капсульную коллекцию вместе с кварталом. Это коллекция одежды и обуви. Мы хотели бы показать маленькую частичку. Хотелось бы сказать пару слов о коллекции. Это вещи на каждый день, то, что мы носим и любим. Это такой базовый гардероб, но мы прибавили какой-то свой собственный стиль, вкус и так далее. Что даже повседневные вещи, они могут быть необычные, они могут быть где-то яркие. Либо за счет формы, допустим, оверсайз, смотреться очень стиль. Угу, очень красиво. Ну а также у нас представлены тренч в цвете хаки. Угу. Ножи очень классные. Мне кажется, каждая весна должна проходить именно в тренче, потому что это такая самая комфортная базовая вещь на каждый сезон. А также у нас есть вот такие вот жакеты мужского кроя, представленные в черном базовом. Ой, здорово. На самом деле все вещи, значит, все вещи перекликаются между собой. И также эти жакеты можно носить вот так, с футболкой, с шиньей, с кузаками. Это прониверсальная база. Да. И стильно, и куда хочешь, и каждый день, и на мероприятия. Ну, то есть, если у вас в гардеробе будут такие базовые вещи, вы сможете создавать разные образы, в зависимости от случая и повода, как доработать, как и на встречу с друзьями или на свидание. Угу. И вот такие фунди. Ой, это вообще любимое просто. Вот касается фунди, там, где приколы. У меня черный такой вот есть. Вот сейчас они у нас немножко доработаны, да, мы сделали хоть такими оверсайз, комфортными, в которых хочется находиться, жить с учетом. И чувствовать. И тоже, если вы хотите что-то необычное, можно дополнить вот так вот. Фунди плюс жакет, плюс джинсы и казаки. Тоже очень такой лаконичный образ в стиле Большого города. Круто. Спасибо. Поздравляю вас, кстати. Спасибо большое. С новой коллекцией классной. Спасибо большое. Все очень красивое. Так вот, смотрите, ребят, я думаю, что вы сами знаете про эту mood store, которую я уже очень давно люблю. Этот магазин, этот бренд. И они объединились с брендом PORTAL. PORTAL в основном обувь выпускает, я их тоже давно знаю. Но теперь у них есть и обувь. Посмотрите, вот такие вот классные ботиночки. И босоножки. И вот такие. Какой каблук классный. Больше всего мне сейчас нравятся вот эти. Очень интересно будет померить. И вот эти, мне кажется, очень необычные. Прикольные. Ну и такие, знаете, мне кажется, базовые. Тоже на каждый день можно. Совсем сколько прикольно. Здесь такая вот вечеринка. Такое вот мероприятие с музыкой, с шампанским. Я тут уже сфоткалась в этих шариках. Прикольных. Там сидит Слава грустит, ждет меня. Кстати, на мне пиджак тоже. Думал, что очень круто. Я его безумно люблю. И вообще у меня очень много вещей от этого бренда. И они реально очень классные, повседневные. И так и на выход можно. Поэтому вот сегодня, видите, на выход. На дело. С вот такой вот, типа, футболкой. Маечкой. Очень нравится. И с кроссовками, и с сапогами. Очень красиво. Так что теперь в торговом центре цветной вы можете тоже найти эти вещи. Итак, мы уже приехали к кинотеатру Иллюзион. Потому что тут сегодня премьера. Вот. Как я уже и рассказывала. Сериала Патриот. Который на тенте. Смотрите, какая здесь красота. Какой заход. С ума сети. Смотрите. Мой Патриот. В общем, очень много людей. Предлагают шампунское. Попкорна нет. Какие вкусные. Пойдем. Пойдем. Я вообще-то голодная. Оказалось, тут есть еда. Мазик. Мы приехали по Адресу. Блин, как прикольно. Слушайте. Такая крутая премьера. Первый раз, мне кажется, в моей жизни. Что ж, с едой, с подачей. Обычно пожрать не дают. А, привет. А ты? Увидел здесь только человека два знакомых. Остальных вообще не знаю. Ну, мы с тобой просто не совсем знакомы с миром. Ну, вообще-то я очень много людей знаю из нашего мира. Да? Из нашего мира. Ты сказала, что здесь будут все звезды и все звезды. Ну, я думаю, что в основном актеров много, которых мы, может, с тобой не знаем. Какие-то сериалы, может, не смотрим. Короче, мы сейчас поедим. Ладно? Не обессудьте. Так, ребят, мы уже дома. И мне очень интересно посмотреть, что у меня тут за подарок. Трэнч. И какая-то коробочка. Смотрите, тут даже какая-то записка. Ух ты! Это очень классные штуки. Это крем для рук. Так, это ночной эликсир. Мгновенная перезагрузка кожи. Прикольно. А это масло для душа. Увлажняющее миндальное. Супер прикольно. Я уже немножко полежала. Отдохнула. Почему-то сегодня прям засыпаю безумно. Не знаю, что сегодня такое. Вообще погода отвратительная. Я проснулась с головной болью. Представляете? Сейчас у Славы болит голова. Так что это все погода вонючая. Так, сейчас я это все расстегну. Красоту. Цвет бомба. Мне очень нравится. Поняли, что это? Можно с сапогами офигенно носить. Как расстегнутые, так здесь стегнутые. Но мне нравятся расстегнутые. И так выглядит это вот таким образом. Типа пальто такое. Легкое. Очень. Я думаю. Ну, понятно, сейчас так на улицу без всего я не пойду. Но мне кажется, очень красиво, модно. Цвет. Самое главное, это цвет мне очень нравится. Тут у меня спит такая собачка. Хе-хе-хе-хе-хе. Я тебя застегну. Я тебя застегну, лапка моя. Носик мой. Господи, как я люблю тебя, сладость моя. В общем, несмотря на то, что я уже такая вся как будто потрепанная, потому что устала. Еще надо мыть голову сегодня. Завтра тоже мероприятие. Я сегодня лачила, поэтому она что-то выглядит уже не очень. Плюс погода плохая. Налицо усталость. Недомогание. Я что хотела вам рассказать. Помните, я покупала вот такую тушь для бровей от MAC. Я не помню, в недавних каких-то последних крайних влогах я говорила вам что-то про нее или нет. Но я хочу сказать, что это офигенная вещь. Мне безумно нравится. Просто офигенная. Единственное, что я думаю взять потом посветлее себе такую, потому что она сильно темнит мои брови, которые так темные. И еще что хотела вам показать. В Сифаре взяла себе вот такой фломастер, чтобы рисовать стрелки. И мне безумно нравится то, что эта штука делает. Учитывая, что я в этом не профессионал, она очень удобно рисует. Можно тоненько нарисовать. Из новинок хотела бы показать, кстати, у меня есть вот такая штука. Когда была церемония награждения от журнала Mary Claire, нам подарили всякие подарки, кучу разных подарков. В половину я еще даже не посмотрела. Что-то я отдала маме, потому что там, ну, типа не для моей кожи, мне не подходит. И что хотела сказать. Во-первых, вот эта помада от Eves Saint Laurent цвет не мой. Может, тогда что-то не так было? Мне кажется, что у меня слишком много прощей из-за этой помады. Она как будто бы подчеркивает все мои недостатки. Когда вижу этот оттенок, я сразу нахожу на своем лице еще кучу прощей с таким же оттенком. В целом, ну, вы видите. Короче, не знаю, напишите, как вы думаете, идет мне этот оттенок. Вот так вроде смотрю, вроде прикольно, да? Вроде не такой уж и плохой. Такой яркий, но при этом спокойный. То есть не пестрый. Обожаю, умею объяснять. Не совсем понимаю по цвету, хотя выглядит неплохо. Вот сейчас я смотрю, неплохо выглядит. Надо запомнить. А, ну и вот. И еще была вот такая штука от Airborian. Я вообще в этих брендах не секунду, мои хорошие. Но эта штучка делает что-то невероятное. Во-первых, это... Где тут это было же написано? Кто это? Си-си. Короче, смотрите, наносим на руку. Когда я наношу на руку, оно фиолетовое. Я вообще в первый раз такое увидела, на самом деле. Смотрите, нанесли на руку. Я начинаю размазывать. И оно превращается в коричневый. Прикол. Вы такое вообще видели, не? На лице я это еще не пробовала. Как-то не довелось. Блин, пахнет офигенно. Как какой-то суперклассный крем для лица. Слушайте, я сразу такая загорелая. Вы, наверное, плохо видите на камере. Потому что я сама даже вот на камеру смотрю. Вообще нет никакого отличия. Но он становится темным. Я такой ни разу в жизни не видела. Мои хорошие, как вообще с этим работать. Что еще мне подарили от Герлен? Стойкое тональное средство для лица с эффектом сияния. Я очень счастлива, что этот оттенок, наверное, подойдет мне. Потому что бывает такое, знаете, что дарят. И понятно, там оттенок может быть абсолютно любой. И у меня такая белая кожа, что мне нужен самый светлый. Интересно, как это открывается. Вот так выдавливаем. Блин, я вижу, что он темнее того, что мне нужно. Ой, тише, тише. Такая неспокойная эта бутылочка. Хотя выглядит очень красиво. Попробуем. Блин, вам же не видно. Сейчас я вам скажу, насколько он темнее моей кожи. Желтит. И это грустно. Конечно, очень грустно. Вся в косметике измазалась. Такая сумасшедшая. Так что, к сожалению, сегодня не мой день. Мне не подошел этот тональный крем. Но я все равно его буду пробовать на лицо наносить. Может быть, на лице будет норма. Потому что у меня бывало такое в жизни, что я пользовалась оттенками, которые мне не подходят. И нормально мне было. Сейчас Слава сидит, монтирует видос, который, надеюсь, что выйдет завтра. Там, где мы создаем трек. Завтра с 6 часов до 9, по-моему, будет туса. В честь открытия магазина Карл Лагерфелд. Лагерфелд. В торговом центре авиапарк. И я туда поеду, конечно же. Карина тоже туда поедет. Я надеюсь, что Слава тоже со мной туда поедет. Вот. Надеюсь. И там будет просто тусовочка в честь открытия магазина. Плюс новая коллекция. Пиксель. Вот это все. И я планирую надеть как раз футболку из новой коллекции. Взять сумку из новой коллекции. Нет, у меня не новая коллекция. Ну, не пиксельная, короче. Но сегодня был какой-то прям дурной день. Ну, я рада, что за сегодня мы успели побывать аж в целых двух местах. Плюс ко всему, после премьеры мы поехали на район. Зашли в Ашан. Купили домой продуктов кое-каких. Хотя у нас дома куча всего. И я обожаю куда так. Дома много полезной еды. И сегодня я хотела пожарить печенку. Потому что вчера мы с мамой готовили паштет печеночный. Я сегодня уже съела, наверное, 3 или 4 бутерброда с этим паштетом печеночным. Просто офигенно. Сейчас, чуть попозже, собираюсь блины кушать со сгущенкой и с чаем. Вот. А еще у меня в планах сегодня убраться дома. Как бы это приторно вам не звучало. Ну, что поделать. Хочу пропылесосить. И мне пофиг, сколько времени. Потом постирать, повесить. Вот это вот все. Еще мечтаю помыть полы. Также в сторис я вам уже показывала, что у нас дома обновка. Вот такая картина. И я в сторис сказала, что это Дональд Даг. Меня все засрали. Сказали, это скручмак Даг, тупая ты. Ну и, конечно, самая главная обновочка. Это вот эта кабина звукозаписи. Так, вот эта кабинка просто офигенная. Но если вы захотите поподробнее узнать про эту кабиночку, то лучше посмотрите видос Славы, потому что он там подробно офигенно все рассказывает. Тут стоит сейчас его синтезатор. Он служит нам подставкой для текста и все такое. Тут его микрофон. Стоишь, записываешь. Тут даже вытяжка есть. Точнее, штука, которая запускает сюда воздух, чтобы было чем дышать. Беру наушники. Слышу себя с автотюном. И начинаю читать рэп. Просто мощнейший. На самом деле кабинка очень классная. Мы ее тестили. Заходили сюда по очереди. Орали. И там вообще не слышно. Ну, чуть-чуть слышно. Но, типа, знаете, если орать, например, в 3, в 2 часа ночи, в 10 вечера, я не знаю, когда там уже спать людям надо. Всем нормальным. Никто не услышит. Соседи не будут жаловаться. И все такое. Поэтому и просто звук, конечно, офигенный записывается. Потому что мы до этого просто без кабинки что-то записывали. Слава записывал свои демки и все такое. И, конечно, это не сравнится с тем, насколько классная шумоизоляция. В этой кабинке, я думаю, что те, кто секут, разбираются, то вы в курсе, что это, что это классная штука. Вот. И ссылку я оставлю тоже в описании на этот магазин с этими кабинками. Нам привезли ее из Санкт-Петербурга. И скажу честно, сначала я была не очень рада этой идее, поскольку я уже представила, сколько места занимает эта штука в доме и все такое. И как она мне мешает. Но на самом деле она не мешает. Несмотря на то, что она не маленькая, я вам показала, как это выглядит, она не мешает абсолютно. Я безумно счастлива, потому что иначе я бы нервничала. Вы знаете, для меня порядок в доме это просто вынос мозга. Ну и плюс ко всему я сама обожаю сюда заходить. Тут очень прикольно, ярко, так красиво. И, кстати, когда будете, если вдруг когда-нибудь захотите заказать такие же себе кабинки домой, ну, одну, я думаю, одну и хватит, вы можете выбрать вот этот поролон другого цвета. Любой там цвет можно выбрать. Мы решили взять фиолетовый. И снаружи то, что она у нас черная, вы можете взять себе тоже любой цвет. Там, ну, под обои, под стены, как вам комфортнее, удобней. Мы сразу узнали. Ну, Слава заказывала в основном. Но я просто с ним такая, как бы, советовала. Скажу, да-да-да, черный будет хорошо, потому что мы вообще планировали обои поменять в этой комнате, где Слава тусит. Поэтому черный подойдет всегда. Вот так выключаем свет. Короче, показываю паштет, девочки. Вы представляете, сколько у меня паштет? Я просто с ума схожу. Я ем его, как сумасшедшая. Сосисочки мои любимые, баварские. Обожаю. Сыр, косичка, творожочки, сметанка. Это блинчики. Чудо. Это вонючка осталась, когда Слава тикток снимал. Это, неважно, кто это, еще один сыр. Тут у нас гречечка, а здесь у меня печень, которую я собираюсь пожарить либо сегодня, либо завтра уже, потому что, не знаю, огурчики, помидорчики мои любимые, лучочек, салатики, просто пушка получается. Куча молока, майонеза, яйца мои любимые, которые я в омлет добавляю. Ну и соки мои любимые, апельсиновые. Вот этот не люблю, не нравится. Вот этот люблю. Вот мы все еще живем без тюли. И знаете, нормально, мне нравится. Мы сюда поставили дерево, чтобы соседи особо не полили. Я тут маленькую такую дизайнерскую перестановочку сделала, потому что вот эти метелки стояли вон там. Я их оттуда убрала, потому что, ну, вообще мне нравилось, как они там стоят, но лучше они будут здесь стоять и как бы закрывать нас чуть-чуть от соседей, которые оттуда нас палят. Вот так вот стол. Я недавно все тут хорошенько помыла, с сифом протерла все нафиг, вообще все царапины, в которых проникала маленькая грязь, их нет. Это я дверку закрыла. Вот. Единственное, что полы хочу помыть, а так в целом достаточно все чистенько. Как я люблю. Хлебушек там лежит. Вот еще сегодня в Ашане взяли чипсиков. Обожаю. Это мой магазин чипсов. Твиксики, вот это еще люблю. Не знаю, зачем я это вам рассказываю, просто, наверное, вдруг вам интересно, что я люблю, что мне нравится. Многие, небось, думают то, что, типа, как ты жрешь столько чипсов и худая. На самом деле, я очень редко и очень мало ем чипсы. Я просто ненавижу, когда их нет дома. Привет! Мой милый малыш. Вот. И сюда поставили картину. Кстати, она, мне кажется, здесь так офигенно вообще вписалась. Типа, там, видите, черная и переходит прямо в диван. Но, понятное дело, ее нужно повесить. Не знаю, правда, не знаю, хочу ли. И еще, кстати, вот здесь пустая стена. Она мне тоже немножко напрягает. И я пока не знаю, что я хочу здесь сделать. Короче, напишите по-братски в комментариях какие-нибудь идеи, что сюда можно повесить. Или что вообще придумать тут можно. Я думала... Знаете, у меня была какая идея, что, типа, над диваном будет зеркало прикольное, декоративное, такое круглое, из которого всякие там штучки, типа, как солнышко. Но пока что-то как-то до этого не дошла. И, кстати, если вы не смотрели мое новое видео с мамой Кукинг, где мы готовим блины, паштет печеночный, как раз, который я вам сейчас показывала в холодильнике, то обязательно посмотрите на моем канале предыдущее видео. И просто, если вы никогда не делали блины, не знаете, как их делать, то посмотрите, потому что там есть рецепт. Он в описании. Я его с самого начала, когда открыла видео, не добавила, потому что торопилась, уходила из дома. Но сейчас там есть рецепт. Поэтому зайдите, посмотрите. И надеюсь, что вы приготовите по нашему рецепту что-нибудь вкусненькое. И просто будете кайфовать от жизни. Вот. Ну и, в принципе, на этом я с вами прощаюсь. Завтра будет новый день. Подписывайтесь на мой инстаграм, следите за моими историями. Периодически я провожу там трансляции. Понятное дело, фотки выставляю, все такое. Вот. Ну и спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам было хоть чуть-чуть интересно. И просто жду, когда потеплеет. Все. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.